О том, что в Боровихе построят новую школу, заговорили более пяти лет назад. С тех пор и перестали ремонтировать старую. Лишь пару недель назад здесь начался столь необходимый зданию ремонт. Вот так выглядел пол в спортзале раньше. Сегодня все изменилось. Гнилые доски заменили, все обработали антисептиком. Осталось покрасить и установить плинтусы. На той неделе уже закончатся все необходимые работы, которые первоочередные. Они будут закончены. Это крыша, пол закончили, отопление тоже закончится. На среду обещают предприниматели закончить все работы. Самое главное и проблемное место – крыша. Здесь частично поменяли стропила и кладут новую кровлю. Это заберет большую часть финансирования. Всего на ремонт здания уже заложено 750 тысяч рублей. Администрация района выделила 400 тысяч, а депутат Государственной Думы Александр Прокопьев дал школе 350 тысяч. Также решается вопрос о выделении еще порядка 60 тысяч рублей предпринимателями села. А пока ремонтируют старую школу, готовятся к строительству новой. Уже определен типовой проект будущего здания. Она будет рассчитана на 550 учеников. Мы на сегодняшний день делаем все возможное, чтобы объект попал именно на проектирование уже на текущий год, на 2019 и уже с последующим строительство 2020-2021 год. Есть план подготовки, прохождение инстанций, в том числе сбора документов. Сейчас работа всеми заинтересованными структурами ведется. Часть документов уже передана в министерства краевые. Все заинтересованные министерства и ведомства края вовлечены в процесс подготовки строительства. В том, что новая школа в Боровихе необходима, убежденный губернатор Виктор Томенко. А пока решается этот вопрос, подходит к завершению ремонт в старом здании. Уже 1 сентября дети села сядут за парты в школе, в которой не нужно будет бояться проливных дождей, как прежде. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.